Добрый вечер! С новостями к этому часу корреспонденты ОРТ Планета в студии Оксана Боричева. Партнер программы радиостанции Ретро-ФМ в Оренбурге 101,8 FM. И сейчас коротко о темах выпуска. Центральный аппарат Следственного комитета в Оренбурге ведомство подводит итоги года. Грипп отступают, школьники региона вернулись за парты, но снижать защитные меры рано. С малым опытом, но большим потенциалом в Оренбурге впервые стартовал конкурс молодых педагогов. Игры закончились, оперативники вывозят запрещенные терминалы из магазинов Оренбурга. Более трех миллионов рублей долга прокуратура оштрафовала Гидропресс за невыплаченную зарплату. Нечем дышать. Жителям Оренбурга отравляет воздух пункт приема металлолома по соседству. Выпуск. Начинаем сообщение экстренных служб. Специалистами регионального МЧС объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие сутки температура по области резко понизится. Особенно морозно будет в западных районах до минус 34 градусов. 18.00. Распоряжением председателя региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций первого вице-губернатора Сергея Балыкина на территории Оренбургской области введен режим повышенной готовности. Все службы муниципальных образований работают в усиленном режиме. В связи с ухудшением погодных условий на Западе спасателям поручено развернуть дополнительный пункт обогрева на Бузылукской трассе. Еще три находятся на 170-м километре трассы Оренбург-Орск на 207-м и 260-м километре автодороги Оренбург-Орск-Шильда. По данным областного гидрометцентра, на востоке ночью местами пройдет сильный снегопад. Порывы ветра будут достигать 14-19 метров в секунду. Синоптики прогнозируют метель. В зоне аномального холода регион будет находиться до 13 февраля. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе идет на спад. Почти во всех образовательных учреждениях области восстановлен учебный процесс. Ученики школ Новотроицка приступили к занятиям еще накануне. В Седлинском районе карантин снимут завтра. А сегодня за партой вернули школьники на востоке области, в Орске. На заседании комиссии в администрации Орска специалисты отметили, эпидемиологические и пороговые показатели на данный момент не превышены. В целом по области отмечается снижение количества заболевших. Тем не менее, меры профилактики остаются обязательными. В образовательных учреждениях действует масочный режим, проводится дополнительная дезинфекция. Специалисты говорят, эпидемия гриппа в регионе идет на спад, но в больницах десятки пациентов со сложнениями и расслабляться еще рано. В области активно идет распространение ротовирусов, вызывающих развитие острой кишечной инфекции. Проявляется она на самом деле остро, то есть с высокой лихорадки болезни обычно проявляется. Бывает только одной рвоты, повторной, многократной. И достаточно быстро клиника проходит. Ротовирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, заболевания носят. Сезонный характер, отмечают специалисты. Представители Центрального аппарата Следственного комитета прибыли в Оренбург. Цель – участие в итоговой коллегии Оренбургского аппарата. За 2016 год ведомством было отработано свыше 17 тысяч сообщений о преступлениях. Расследовано больше 2000 уголовных дел. Все подробности далее. Восемь утра. Официальная встреча представителей Центрального аппарата Следственного комитета с губернатором области. Позже – возложение цветов в парке «Салют Победа». Делегация прибыла в Оренбург для участия в заседании итоговой коллегии управления. Основная тема – история, всколыхнувшая всю страну. Похищение 12-летней девочки. Область показала, что она способна совершить великую вещь. Люди, когда пришла беда, все вместе встали против нее. Они сплотились, они победили. Информация о похищении школьницы появилась в 3 часа дня. Сразу в социальных сетях люди начали объединяться для ее поисков. Булат Байеров, именно он нашел автомобиль злоумышленника, сейчас признается. Его телефон не умолкает. Совершенно незнакомые люди со всей страны благодарят за его поступок. На мгновение представил, каково я в этой ситуации, просто поехал. Я даже не думал, что вот так вот все получится, что каждый день эти телеканалы. Конечно, очень приятно, что награда была. Булат среди тех, кто получил награду от Центрального следственного комитета. Были отмечены правоохранители и наши коллеги-журналисты, в том числе и заместитель генерального директора ОРТ «Планета» Инна Томильна. От имени председателя СК России Александра Бастрыкина наградили и саму школьницу за то, что не растерялась в такой сложной ситуации и сумела сообщить о похищении. Самое главное, что здесь появился тот оренбургский патриотизм, о котором сейчас говорил старший помощник руководителя Следственного комитета России. Это надо поддерживать. И когда мы едины, то все получится. В целом, 2016 год назвали непростым, но продуктивным для следователей. В области удалось сохранить тенденцию сокращения преступности. За прошлый год было зарегистрировано на 11,5% меньше правонарушений. За 2016 год разрешено около 17 тысяч сообщений о преступлениях. Расследовано свыше 2000 уголовных дел. 1900 из них направлены в суды области. Положительных результатов удалось добиться благодаря сотрудничеству всех правоохранительных ведомств. Важной в этом плане является и высокая гражданская позиция. Как пример человеческого героизма поступок Александра Прохоренко. Медаль за доблесть и отвагу от Следственного комитета получили его родители. Представители центрального аппарата встретились и с юными патриотами, воспитанниками президентского кадетского училища. У каждого из них была масса вопросов к делегации. После кадеты исполнили для гостей песню. Анастасия Матвеева, Игорь Бероев, Новости дня. Авиакомпания «Оренбуржия» поборется за премию «Крылья России» среди участников ведущие авиакомпании и предприятия страны. Конкурс «Крылья России» – единственное профессиональное мероприятие, которое объективно оценивает деятельность российских авиакомпаний и аэропортов по целому ряду показателей. После распределения соискателей по номинациям члены экспертных групп будут знакомиться с информационными материалами о компаниях и определят победителей в ходе тайного голосования. Победители и лауреаты национальной авиационной премии «Крылья России-2016» будут названы на торжественной церемонии, которая состоится в Москве 27 марта. Отметим, два года подряд авиакомпания «Оренбуржия» становилась дипломантом конкурса в номинациях «Авиаперевозки на региональных маршрутах» и «Внутренние авиаперевозки в группе 3». Группа ученых из Оренбургского медицинского университета работает над созданием нового лекарства. Его получают из шелухи обычного проса. Новинки уже присвоили название «Мелиоцин». Лаборатории, где создают лекарства, побывала Елена Давыдова. Лекарство создается на кафедре патофизиологии. Оно призвано выполнять одновременно сразу несколько функций – справляться со стрессом, повышать иммунитет и защищать печень от воздействия химикатов. В опыте на мышах было показано, что мыши обретают более высокий иммунитет и переносят вакцину гораздо легче. По мнению создателей препарата, «Мелиоцин» можно принимать как взрослым, так и детям. Он помогает усвоению прививок, стимулируя иммунный ответ. Лекарство полезно и при химиотерапии. Оно защищает печень ракового больного от воздействия вредных лучей. Уникальность «Мелиоцина» еще и в том, что у него нет никаких побочных эффектов. Лекарство протестировано пока только на лабораторных мышах. Готовим мазки и дальше смотрим клеточный состав крови. Мазки делаем, считаем количество клеток в органах инфицированных животных. И вот таким образом мы рассчитываем эффект влияния «Мелиоцина» на массу, на клеточный состав, на функцию различных органов. Чтобы проводить испытания на людях, нужны средства. А у медицинского университета свободных денег нет. Если найдутся спонсоры, это средство быстрее пройдет клинические испытания, считают на кафедре. Возможно сделать его или как биологическую добавку, или даже как лекарственное средство. Но для этого, конечно, нужна хорошая доказательная база уже в клинических исследованиях. Поэтому нам, конечно, сейчас не хватает материальных средств, заинтересованных людей. Главным аргументом, которым можно привлечь инвестиции в лекарственный препарат, ученые называют низкую стоимость составляющих мелиоцина. Просто сырье дешевое, и поэтому цена на препарат из него будет невысока. Разработки оренбургских ученых, еще не воплощенные в жизнь, уже удостоились наград, в том числе международных. За высокие результаты исследования эта работа рекомендована на соискании премий губернатора Юрия Берга. Елена Давыдова, Семен Воробьев, Новости дня. С малым опытом, но с большим потенциалом. Впервые в Оренбурге проходит областной конкурс среди молодых учителей «Педагогический дебют». 14 начинающих преподавателей доказывают, кто из них достоин звания лучшей. Конкурс призван поддержать молодых педагогов, дать им стимул для саморазвития. Анна Златухина спросила у конкурсантов, что сподвигло их выбрать ответственный путь учительства. Ведь мы молодые учителя, и для нас нет ничего невозможного. Их юношескому задору, энергичности, желанию работать могут позавидовать учителя со стажем. Ведь эти молодые педагоги только-только вошли в профессию, но уже смогли завоевать любовь учеников, уважение коллег, признательность родителей. Я с самого детства мечтала работать с детьми, и когда поступила в педагогический университет, началась первая педагогическая практика. Она настолько меня впечатлила, воодушевила, что даже, мне кажется, вопросов после окончания университета у меня не поступало ни в какую школу идти, ни в какую профессию выбирать. Прежде чем попасть на областной конкурс, педагоги прошли серьезный отбор. На звание лучшего претендовали 745 молодых учителей. Затем был заочный тур, и лишь 14 лауреатов сейчас ведут борьбу в конкурсе. Конкурсанты должны выполнить несколько заданий. Это визитная карточка, где они рассуждают на тему «молодой учитель в современной школе». Это презентация своего опыта работы. Педагоги также дадут открытые уроки с незнакомым классом, где покажут свое умение заинтересовать предметом любых детей. Не каждый учитель может быть авторитетом у современного школьника. И я думаю, что вот те молодые, которые неравнодушны к детям, имеют для этого очень большие шансы. Молодые педагоги, пройдя через вот такую закалку конкурсную, тоже не остановятся на достигнутом. И вот в своих образовательных учреждениях, в своих муниципалитетах станут некоторыми центрами активности, инновационных таких площадок. Среди 14 участников областного конкурса лишь один мужчина – Вячеслав Вадимович. Всего год, как работает учителем физкультуры в Солилецкой школе. Дает уроки, ведет секцию бокса, активно прививает ученикам любовь к здоровому образу жизни, для чего использует свои педагогические хитрости. Я больше оцениваю на уроке не умения, а активность ребенка. Затем уже потом различные умения. И когда за свою активность они получают хорошие оценки и мою похвалу, это их еще больше начинает мотивировать. Не секрет, что в последнее время мало кто из молодых педагогов идет работать в школу. Кого-то пугает скромная зарплата, бумажная работа. Но вот настоящими учителями становятся те, для кого это призвание, кто может зажечь в детях огонь познания. Анна Золотухина, Виктор Яковлев, Новости дня. Это еще не все новости. И вот что вас ждет во второй части нашей программы. Игры закончились. Оперативники вывозят запрещенные терминалы из магазинов Оренбурга. Более трех миллионов рублей долга прокуратура оштрафовала Гидропресс за невыплаченную зарплату. Нечем дышать. Жителям Оренбурга отравляет воздух пункт приема металлолома по соседству. И продолжаем выпуск к новостям экономики. На модернизацию рудников и фабрик Гайского горнообогатительного комбината в этом году будет направлено больше двух миллиардов рублей. Инвестор-учредитель предприятия Уральская горно-металлургическая компания. Капитальные вложения на модернизацию фабрики составят порядка 330 миллионов рублей. В этом году комбинат планирует приступить к реализации важных экологических проектов. Одна из задач в области природоохранной деятельности – сокращение потребления воды из Урала. Всего в этом году Гайский ГОК планирует добыть больше 9 миллионов тонн руды. Уровень подземной добычи увеличится с 6 миллионов тонн до 7 миллионов тонн. Эксперты прогнозируют, средняя стоимость руды на рынке в этом году составит около 55 долларов за тонну. Курсы валют на завтра вы видите на своих экранах. К нам в редакцию обратили жители дома по улице Тамбовской областного центра. Оренбуржцы жалуются – дышать в их районе нечем. Во всем они винят пункты приема металлолома. По словам местных жителей, там постоянно жгут отходы. И черный дым разносится на всю округу. Наши корреспонденты вместе с экологической службой проверили, можно ли в этом районе Оренбурга вдохнуть полной грудью. Вообще черный дым стоит постоянно, нигде управу не найдем, мы уже даже не знаем. Едкий запах стал привычным для жителей домов по улице Тамбовской областного центра. Он ощущается независимо от погоды и зимой, и летом. Дома соседствуют с пунктами приема металла, где, по словам оренбуржцев, постоянно что-то жгут. Сейчас закрыты зимой окна, и то чувствуется, а летом вообще невозможно дышать, на улицу нельзя выйти. Вместе с Сергеем Ивановичем мы поднимаемся на крышу дома. Панорама говорит сама за себя. И так каждый раз, а летом это регулярно с утра до вечера, с вечера до утра на протяжении всей недели. Несмотря на то, что мы сегодня тоже чувствуем меткий запах и видим дым, жильцы этого дома говорят, что мы не смогли ощутить полный букет ароматов, которые чувствуют чаще всего они. Бывает, что черный дым заволакивает весь район. Выслушать жалобы горожан мы приехали не одни, а вместе с мобильным пунктом экологической службы. Чтобы сделать какие-то выводы, лаборант сначала проводит исследования. Все измерения займут около получаса. Пока ждем, отправляемся к пунктам приема металла. На камеру говорить кто-либо отказывается, снимать на территории мини-предприятия запрещают. Вопрос, что жгут, вызывает искреннее удивление. Говорят, что за забором еще десятки таких же скупок. Пока мы пытались поговорить с их представителями, экологический пост проверку закончил. Ветер, в принципе, направление это верное, оно как бы на машину, поэтому мы и стоим, собственно, по направлению ветра. Но так как превышений сейчас, в принципе, выбросов нету и даже запаха сейчас нету, поэтому превышений, соответственно. По словам лаборанта, люди с жалобами звонят часто, но по факту приборы ничего не фиксируют. Замерять необходимо именно в момент задымления. Жителям рекомендовано звонить в экологическую службу, как только почувствует резкий запах. Только тогда, возможно, будет увидеть реальную картину и получить заключение о превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ. Татьяна Кирзин, Георгий Бруцкий, Новости дня. Если вы оказались в сложной ситуации, столкнулись с бездействием чиновников, расскажите нам о своей проблеме по телефону в редакции 720908, код города Оренбурга 3532. Наши корреспонденты постараются разобраться в вашем вопросе и помочь. К другим темам. В областном центре суд постановил выплатить жалование сотрудникам завода «Гидропресс», одного из самых крупных предприятий Оренбурга. Завод задолжал своим работникам за полтора месяца свыше трех миллионов рублей. За допущенные нарушения трудового законодательства генеральный директор предприятия заплатит штраф. Выяснилось, в настоящее время у предприятия остается задолженность по обязательным платежам, в том числе по налогу на доходы физических лиц в размере более 1 миллиона рублей и по страховым взносам свыше 17 миллионов рублей. Контролируют ситуацию на предприятии не только прокуратура. В правительстве области внимательно следят за экономикой на гидропрессе. По словам специалистов, рынок потребителей станков изменился в сторону оборонопромышленного комплекса. Это ответственный клиент по части расчетов за поставку оборудования, но в то же время требовательный к качеству продукции и документации. Поэтому завод участвует в процедурах конкурсов и торгов на получение заказов в большей мере, чем раньше. Заказов много, но для того, чтобы победить в этих тендерах, в этих конкурсных процедурах, необходим определенный опыт, необходим навык, необходимо отработать все свои процессы внутренние, показать открыто свою экономику и обосновать свою затратную часть. Вот именно это, на наш взгляд, сегодня является не самой сильной стороной менеджмента, и мы стараемся оказать возможное содействие. Северное сияние вновь переносит сроки. Проблемная стройка в областном центре уже не один год на слуху оренбуржцев. Сегодня с застройщиками встретился профильный министр Александр Полухин. Чем строители объясняют сорванные сроки, когда люди получат долгожданные ключи? Алина Альбукаева подробнее. 270 семей три года назад должны были отпраздновать новоселье в жилом комплексе «Северное сияние». Однако работы на объекте ведутся до сих пор. По словам главного инженера, сегодня на стройке задействовано около сотни человек. Электричество, пожаротушение, отопительные системы. Застройщики уверяют, что объект находится уже на финальной стадии. По словам главного инженера, две-две с половиной недели и подрядные организации завершат свои работы. Однако, когда жильцы смогут въехать в свои законные квартиры, не может ответить даже инвестор «Северного сияния». В кратчайшие сроки мы закончим это строительство. Даже если подведут подрядчики, это максимум еще месяц-полтора. Не считая благоустройства, это озеленение немалых форм, которые будут делаться после, я думаю, сдачи как дома. С осени прошлого года этот дом в жилом комплексе «Северное сияние» находится на контроле областного правительства. Два раза в месяц Министерство строительства встречается с подрядчиками. По словам чиновников, работу на стройке удалось сдвинуть с мертвой точки. Однако, до сих пор претензий к застройщику достаточно. Смотри. Не допенили. Смотри, вы все сюда. Все переделываете. За последние полгода у дома появилось постоянное электроснабжение. Подключено отопление. Как следствие, началась внутренняя отделка. В доме проданы практически все квартиры. Больше трех лет люди живут в неведении. Застройщик во всем обвиняет подрядные организации. И сегодня они уже внесены в черный список регионального Минстроя. Что касается объектов, где находится у нас либо областное, либо федеральное финансирование, они, конечно же, не будут участвовать. Более того, этих подрядчиков здесь уже нет. Мы настоялись, чтобы их не было. Северное сияние – не единственная проблемная стройка в нашей области. Под контролем министерства еще три подобных объекта. Два в Оренбурге и один в Бузулуке. От недобросовестных застройщиков пострадали около тысячи человек. Люди годами не могут поселиться в свои квартиры. И чтобы хотя бы частично компенсировать убытки, людям приходится обращаться в суд. Алина Эльбукаева, Роман Боричев. Новости дня. Операции «Маячок» проходят на территории Оренбургской области. Вслед за областным центром бдительность водителей и их умение уступать с дорогу автомобилям экстренной службы проверили и в Бузулуке. Проблесковый «Маячок» и спецсигнал экстренных служб руководства к действию водителю прижаться к обочине. Уступить дорогу спецтранспорту, будь то машины скорой помощи или пожарный расчет. Участились случаи непропуска оперативного автомобиля, данного автомобиля «Урал», который мы видим, что затрудняет проезд, также увеличится время оперативного реагирования. Участились случаи вызовов на пожары, затягивается время следования, пожар начинает увеличиваться, локализация происходит очень поздно. Сотрудникам ГИБДД в этот день пришлось не раз напоминать водителям Бузулука правила дорожного движения. Некоторые до последнего спорили и отказывались проследовать служебную машину инспекторов. Только за 10 минут рейда зарегистрировали двух нарушителей. Теперь им грозит штраф 500 рублей или же лишение прав сроком от 1 до 3 месяцев. И продолжаем выпуск. Недетские игры. Полицейские выявили новую схему работы незаконного игорного бизнеса. Терминалы под видом легальных размещают в оренбургских магазинах. В одной из такой торговой точки, расположенной всего в 50 метрах от школы, вместе с полицией побывала и наша съемочная группа. Магазин на улице Томилинской. Здесь установлен игровой терминал. Вместе с нами понятые и доброволец. Молодой человек в азартные игры не играет, но сегодня впервые, исключительно в рамках полицейской операции, делает ставку. Автомат исправно работает. Теперь полицейские займутся розыском владельца терминала. Как правило, это фирмы-однодневки, зарегистрированные в Москве. Либо данные терминалы сдаются в аренду от одной фирмы, другой. Собственно, директора организации в настоящий момент сложно установить, но это все возможно. По данным терминалам приезжают в основном телефон техподдержки. Это, скорее всего, телефон либо человека, обслуживающий терминал, либо представитель по доверенности. Доказать факт незаконной игровой деятельности крайне сложно, признаются полицейские. Привлечение к уголовной ответственности – большая редкость. Обычно это административные протоколы и крупные штрафы. Сейчас аппарат отключен от сети, его готовят к погрузке. И в случае, если следователям удастся доказать, что этот терминал являлся игровым, его владельцам грозит административный штраф от 700 тысяч рублей. Само оборудование тоже конфискует, а стоит оно недешево. Стоимость одного такого терминала составляет 50-70 тысяч рублей. Однако штрафы вряд ли остановят незаконных бизнесменов. Ведь поток клиентов не истекает. На Томилинской желающих воспользоваться терминалом хоть отбавляй. Среди игроков много школьников. Учебное заведение здесь через дорогу. И после занятий детвора спешит к электронным обезьянкам и пиратам. Здесь, во-первых, школа. Школьники приходят, играют. Мамы дают им на обеды, на всякие эти, как говорится, чтобы они кушали. А они на это проигрывают. Разве это дело? По словам местных жителей, терминал установили здесь давно. Однако ни один из живущих поблизости не сообщил о нем правоохранителям. Обычная информация приходит от участковых. Но обезопасить своих родных от опасных игр может каждый из нас. Александра Свиридова, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Жители поселка Нижний Сокмарский в ожидании радостного события. Здание местной администрации планируют реконструировать, чтобы там открыть центр досуга. Все подробности далее. Местные жители уже давно говорят о том, что поселку просто необходим свой центр отдыха. Молодые люди изнывают от скуки, школьники сидят дома. Хотя могли бы проводить время с пользой. Когда вот сделали опрос вообще, кто там хочет, какие там желания у кого есть. В принципе, большинство за спортивные, за танцы, за фитнес. Ну, что для мальчиков. Борьба, карате. Желание местных жителей услышал и принял как руководство к действию депутат городского совета Алексей Горохов, который не мог остаться в стороне и пообещал им максимальную поддержку в поэтапном решении вопроса. Начнем сначала с проекта. Потом в дальнейшем уже перейдем потихонечку к строительным работам. Но самое главное, чтобы именно эта идея уже поселилась. То есть она, так сказать, посадить зерно. Единственная площадка, где возможно разместить центр досуга – это здание администрации поселка. По плану спортивные залы и комнаты для занятий планируется расположить на втором этаже. Но для реализации идеи там сначала необходим капитальный ремонт. Здесь должно быть что-то общее между зданием, где можно заниматься спортом, и проводить какие-то массовые мероприятия. Я думаю, у нас все это получится. Конечно же, это займет очень много сил. Конечно же, это займет времени, ресурсы. Встречаться теперь местные жители и депутат будут еще чаще. Впереди много работы, только сообща. С учетом всех пожеланий получится именно тот центр досуга, о котором мечтает Нижний Сокмарском. Татьяна Кирдина, Семен Воробьев. Новости дня. Компания «Газпромнефть Оренбург» в рамках проекта «Спорт во дворе» программы «Родные города» организовала хоккейный турнир. Он состоялся в Новосергиевке. По традиции в соревнованиях приняли участие сборные нефтедобывающих районов – Оренбургского, Новосергиевского и Переволодского, а также команда самого нефтегазового предприятия. Компания очень социально ориентирована, и кроме добычи нефти, развития инфраструктуры, работы с экологией, в этом году идет год экологии, серьезно занимается внимание социального партнерства. Это и программы «Родные города», это гранты для школ, для детских садов, для учреждений культуры. Всем участникам хочу пожелать честной, бескомпромиссной борьбы. Но мы, в свою очередь, я думаю, с каждым годом будем наращивать свое присутствие в регионах Оренбургской области и, соответственно, развивать наше экономическое партнерство. На льду сражались детско-юношеские команды, а следом и взрослые. Победители и призеры награждались кубками, дипломами и ценными призами. Каждой из команд-участниц были вручены денежные сертификаты на приобретение хоккейного инвентаря. Такие спортивные события – одно из направлений социальной политики компании «Газпромнефть Оренбург», где считают важным, чтобы спорт развивался не только в городах, но и в сельских районах нашей области. Анатолий Юденич, Новости дня. И в заключении выпуска информация от нашего партнера. Ретро-ФМ ко дню всех влюбленных объявляет фотоконкурс «Высокие отношения». Поделитесь вашим романтическим фото в официальной группе «Ретро-ФМ» в Оренбурге ВКонтакте и набирайте больше всех голосов и получайте главный приз – ужина двоих. Все подробности акции на 101.8.fm и в группе ВКонтакте «Ретро-ФМ-56». Желаем вам победы и хорошего вечера. А дальше вас ждет коммерческая информация. После Виталий Дерябин расскажет о работе поисковых отрядов региона. Оставайтесь на ОРТ «Планета». Спешите за качественными и недорогими покупками. В спортивно-культурном комплексе Оренбуржия в очередной раз открылась выставка верхней одежды «Московская ярмарка». Яркие и стильные женские и мужские пуховики и кожаные куртки. «Московскую ярмарку» выгодно отличает тот факт, что вся продукция стоит ровно 3,5 тысячи рублей. Таких условий вы не встретите больше нигде. Мы работаем напрямую от производителя огромной партии, без посредников. Мы имеем множество магазинов по России, а значит в конечном итоге покупатель не переплачивает за наши изделия. Спешите. Прошлогодняя цена действительно только в феврале. Все по 3 500. 3 тысячи наименований зимней и демисезонной верхней одежды, широкий модельный ряд от классических до современных, огромный выбор размеров, словом, на любой вкус. Эти пуховики позволят подчеркнуть индивидуальность, совершенно точно выделят из толпы и не дадут замерзнуть в зимние холода. И все это великолепие за 3 500 рублей. Торопитесь, выставка ярмарка пуховиков будет работать в СКК Оренбурже с 3 по 19 февраля. Редактор субтитров А.Семкин